Окей, хорошо. Во-первых, рад всех вас видеть здесь. Очень приятно. Достаточно много людей. Сегодня мы поговорим с вами о утечках памяти в JavaScript. Будет такое больше ознакомление. Посмотрим, какие вообще бывают утечки, чем они спровоцированы могут быть. То есть это ошибки, которые приводят к утечкам памяти. Посмотрим на различные паттерны кода. То есть как могут выглядеть утечки памяти в таком идеализированном виде. Для того, чтобы мы их могли в будущем обнаруживать и, соответственно, устранять. Вообще, давайте начнем с того, что такое утечка памяти. Я думаю, все знают, но повторим, это такая утечка ресурса, при которой компьютерная программа неправильно управляется памятью, которая была аллоцирована. Это значит, что мы с вами имеем как бы две идеологии языков программирования. Есть языки, которые имеют автоматическую сборку мусора, первичка collection. И есть там, где мы это делаем вручную. И здесь, в случае с JavaScript, мы всегда имеем ручную, точнее, автоматическую сборку мусора. А если взять, допустим, C или плюсы, то там зачастую мы работаем с памятью в ручном режиме. И к утечке будет приводить в ручном режиме то, что мы ее сами не смогли вернуть. И в случае с JavaScript это какой-то род ошибок, которые привели к тому, что garbage collector посчитал, что память еще нужна нам, и ее автоматически не соврал. Но в случае с JavaScript, хорошо то, что современные операционные системы после того, как наше приложение терминируется, то есть оно заканчивает свою работу, вся память, которая была выделена приложением, она автоматически возвращается и освобождается. Поэтому зачастую среди JavaScript, особенно в Node.js, можно увидеть то, что люди разрабатывают приложение, потом ставят его на какой-то менеджер процессов, это PM2 или Forever, и забывают о том, как это все работает. И если даже есть какие-то утечки памяти, прежде всего с ней работала, работала, убилась, поднялась заново и дальше работает. Но, как вы понимаете, от утечек памяти это не освобождает нас, и, соответственно, мы просто как бы себе только можем помочь отодвинуть этот срок, когда утечки памяти начнут нас очень сильно поражать. Хотелось бы еще сказать то, что не все утечки памяти возможно уловить. Так, например, в Node.js сам движок V8 немножко подтекает. Есть также C++ код в Node.js, который тоже течет. Это, на самом деле, незначительные такие утечки. Но в то же самое время, если приложение наше будет очень долго работать, будет приходить много запросов к нам, то приблизительно в целом через 5 дней, неделю, 2 недели мы будем видеть то, что размер нашего приложения растет, особо не будет понятно, почему это. А, собственно, утечки самого V8 могут быть или же C++ кода. Хотел бы привести вообще пример утечки памяти на достаточно таком простом абстрактном примере. Представьте, вы находитесь возле лифта, вы нажимаете кнопку, приезжает лифт, вы выбираете какой-то этаж, лифт его запоминает, и вы на этот этаж едете. И вот мы, как программисты, решили написать эту невероятную программу. Все очень просто. И мы начинаем. Что мы хотим? Человек нажал кнопку, соответственно, нам нужно запомнить, на какой этаж ехать, чтобы дальше это использовать. Мы взяли, выделили память, мы поместили туда число, которое выбрал пользователь, мы проверили, находимся ли мы на нужном этаже, на который едет пользователь, такое тоже может быть. И, собственно, если мы уже на этом этаже, мы себе спокойно вышли из программы и ждем дальше, пока кто-то нажмет кнопки. Если же нет, мы дождались, пока лифт наш может поехать на нужный этаж, поехали на него. И вот в данном случае мы вспомнили то, что мы же выделяли память под то, чтобы сохранить это число. И, соответственно, мы его освободили и вышли с нашей программы. Такое бывает часто, особенно в языках, где мы вручную управляем памятью. И, соответственно, вот мы видим здесь два пути. В одном мы писали и помнили о том, что память нужно освободить, мы ее освободили, а в другой ветке кода мы это забыли сделать. И, соответственно, у нас появилась утечка памяти. То есть память была выделена, но она не была возвращена обратно. Если мы поправим этот алгоритм, то, понятное дело, это будет выглядеть вот так. То есть в случае, если мы находимся на нужном нам этаже, то мы просто освобождаем память и выходим из программы. Давайте поговорим больше уже про те языки программирования, в частности, JavaScript, где управление памятью происходит автоматически. И что же может пойти не так, когда мы сделали какую-то ошибку, и она привела к утечке памяти. Ну, в первую очередь, самая распространенная проблема — это ссылки. То есть мы создали какой-то ресурс, это массив, объект. Мы на него множество раз откуда-то сослались, и где-то ссылка была нами убрана, где-то... Кто-то что сказать хочет? А то у кого-то микрофон работает. Кто-то дышит томно. Так, ладно. Если, кстати, вопросы есть, можете сейчас уже по ходу задать. Давайте, раз мы прервались. Если нет, то продолжаем. Да. Есть у нас ссылки. Мы сослались на объект, где-то там ссылку сохранили, где-то мы ее отпустили, где-то она осталась. И, соответственно, когда Garbage Collector к нам приходит, он смотрит, что у нас еще ссылка на объект есть, соответственно, она нужна. И, соответственно, ссылка есть, Garbage Collector видит, что на объект кто-то ссылается и, соответственно, не делает сборку этого ресурса. Очень частый такой антипаттерн – это когда люди начинают в глобальные переменные записывать какие-то ресурсы. Это в случае с браузером – это Window. Мы туда начинаем складывать очень-очень много всего. Это Global в Node.js. Или же это может быть Sandbox. То есть мы создали какую-то виртуальную машину в Node.js, там определили какие-то глобальные переменные, назвали их как мы хотим, и начали туда тоже складывать, и, соответственно, получили такой же самый эффект. Это могут быть множественные ссылки. Мы имеем много частей кода, которые взаимодействуют между собой. Каждая из них работает каким-то ресурсом. Ресурс передавался и передавался, ссылки где-то остались, и все. Garbage Collector уже не знает, что делать. И еще один пример – это Singleton. В данном случае не совсем очевидно, что это такое. И вообще в JavaScript довольно редко используется паттерн Singleton. Но в данном случае он будет работать тоже по принципу, как глобальный объект. То есть мы создали один экземпляр и начали в него что-то записывать, складывать. И так как этот экземпляр живет все время, он одиночка у нас, то он будет иметь поведение, схожее с глобальным объектом. Более часто в JavaScript можно увидеть следующую проблему – это замыкание и области видимости, особенно рекурсивное замыкание. То есть мы имеем какую-то функцию, передали в нее параметры, из функции вернули другую функцию, замкнулись на контекст, эту функцию где-то сохранили в ссылке и пошло-поехало. А еще лучше, когда начинаются повторные вызовы, мы начинаем создавать функцию, 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 и все. Это все начинает замыкаться на множество контекстов. И так как мы можем где-то не отпустить какую-то функцию, то, соответственно, контекст будет держаться. Также это тоже один из антипаттернов, надеюсь, вы так не пишете, это вызов рекуайра прям посреди кода. Кто видел, разбирал код, то рекуайр расширяется тоже в замыкание, то есть мы замыкаемся на контекст модуля наших парентов, и это все оборачивается в самовызывающуюся функцию. И, соответственно, мы начинаем вставлять код прям в середину, и это все не отпускается вовремя, потому что у нас есть замыкание. И это функции в циклах. Мы решили что-то обрабатывать, допустим, мы перебираем массив, и мы даем какой-то callback, который должен обработать наш массив. И, соответственно, каждый раз, когда цикл проходит очередную итерацию, эта функция заново и заново создается, и в итоге мы видим то, что было создано очень много экземпляров этой функции в нашем стеке, и вполне вероятно, что garbage collector не сможет разобраться с тем, что нам нужно было, что действительно будет вызываться или не будет, и он оставит это так и есть. Возможно, до лучших времен, пока он не поймет, что действительно ресурс не используется, либо же вообще никогда не соберет. Тоже достаточно часто им появляется проблема, когда мы открываем какие-то файловые дескрипторы или сокеты, и мы контролируем сам процесс, как мы это открываем, не делаем закрывание дескрипторов или же не закрываем сокеты. Часто такое бывает, когда мы там написали какую-то функцию логирования, там решили, мы откроем файл, в него что-то запишем, а потом, а мне же надо много логировать, зачем мне закрывать файл, мы его не закрыли, не закрыли никогда, и все, у нас начинаются, плодятся эти файловые дескрипторы, и все. И в один момент нам операционная система скажет, что был исчерпан лимит файловых дескрипторов под приложение, и наша программа закончит свою работу. Конечно, лимит этих файловых дескрипторов можно увеличить на уровне операционной системы, но не стоит с этим особо увлекаться. Также и сокеты. К примеру, у нас есть чат, мы решили, что все сокеты, которые к нам подключаются, мы хотим ссылку на них сохранить куда-то, у нас там есть в простом примере какие-то коллекции, которые соответствуют нашим комнатам в чате, и мы туда растыкиваем наши сокеты, потом какой-то сокет отключается, мы этот случай не обрабатываем, и экземпляр нашего сокета остается висеть в той комнате бесконечно и оттуда никак не выбирается. Это также как еще одна проблема, которая может привести к утечкам памяти, это могут быть события, мы можем создать ивент-эмиттер, где-то у нас глобально, поместить, и через него разные части нашего приложения будут общаться. И затем, к примеру, к нам приходит запрос на HTTP сервер, и каждый клиент подписывается на какое-то событие этого ивент-эмиттера. И получается, каждый раз, когда приходит запрос, мы каждый раз подписываемся, подписываемся и подписываемся. К сожалению, участие ивент-эмиттера это позволяет нам делать. И тоже в один момент мы преодолеем вот этот вот лимит возможных слушателей нашего события. по дефолту, как я знаю, это, по-моему, 10 или 11 слушателей. И сначала нам приложение начнет кидать предупреждение о том, что что ты делаешь, посмотри, у тебя слишком много слушателей на это событие. А в какой-то момент память израсходуется, и приложение тоже упадет. И еще один такой пример, как подписок. мы создаем какую-то функцию, передаем ее другой функции, как callback, и собственно, ждем, что ее кто-то вызовет, и мы получим управление кодом обратно. Но та функция по каким-то причинам не вызвала наш callback. Соответственно, мы не получили обратного управления, замыкание до сих пор осталось, наша функция продолжает жить, не собирается, и тоже появляется утечка памяти. То есть с нашей стороны нам стоит следить за тем, чтобы callback, promise, другие структуры, которые нам нужны для управления синхронным кодом, чтобы они действительно вызывались, иначе они скорее всего попадут в чье-то замыкание, в чей-то контекст, и не будут собраны. Последние три пункта, они больше относятся уже как подслучаи предыдущих случаев, то есть это кэши коллекции. Возможно, вы видели, что существует map, weekmap, set, weekset, и в случае, если мы пытаемся как объект использовать как ключ в этом map-сайте, то если мы используем обычный map, то он будет преграждать garbage collector к тому, чтобы он собрал наш ресурс и освободил память. И в данном случае нужно использовать weekmap, так как он не будет преграждать garbage collector к сборке мусора. Вообще, давайте немножко, я так много говорю про garbage collector. Примерно все знают принцип, как он работает, либо мне стоит пояснить? Думаю, пояснить. Я понял. Ну, вообще, garbage collector достаточно умная штука, и в современном JavaScript он работает по принципу mark and sweep, то есть пометить память и освобождать ее. Как это работает? У нас есть какие-то глобальные объекты, которые живут постоянно, то есть это window, global, process, то есть то, что нам постоянно доступно в глобале. Какие-то объекты могут быть какие-то ресурсы, точнее, могут быть присоединены к этим глобальным переменным. И соответственно, garbage collector, когда будет видеть, что какой-то глобальный объект ссылается на кого-то, он не будет этот ресурс освобождать, потому что раз глобальный объект ссылается, значит, это точно нужно. И принцип работы garbage collector в том, что он считает количество ссылок на какой-то объект. То есть, если наша переменная хранит ссылку на массив, объект, функцию, что угодно, до тех пор, пока ссылка хранится, счетчик количества ссылок позитивный, не равен нулю, и garbage collector не будет собирать ресурс. Если же мы сами возьмем, почистим ссылку, к примеру, у нас переменная хранила какой-то объект, а мы потом сказали ну все, до свидания, там написали равно null, то на следующей итерации, когда к нам придет garbage collector, он увидит, что больше ссылок на объект нет, и соответственно соберет мусор и будет ждать следующей итерации. Вот здесь такой же самый пример с кэшем коллекциями. Если мы используем обычный map, то есть мы создаем new map, то если мы туда записываем объекты... Подожди, ты шаришь сейчас, что у тебя на экране? Сейчас у меня презентация просто, я примеры покажу немножко позже, сейчас хочу просто в двух словах рассказать, что есть, а примеры буду показать позже. Если мы используем мэпы, то соответственно если это не weak map, то он будет преграждать сборки мусора. С миксинами похожий случай. Мы такие крутые разработчики решили расширим класс array или же там создадим какие-то свои глобальные структуры, все это примешали, сохранили и у нас появились чудеса, что множество объектов начинает сохраняться где-то вот в этой глобале и потихоньку наше приложение тоже утекает. И последний случай это многопоточность. Мы создаем процессы и хорошо, если мы предусмотрели случай, что процесс умер, мы убедились, что он умер и допустим воссоздаем его заново. Но к примеру мы такой кейс не прописали, процесс словил ошибку, нас попытался уведомить об этом, мы на это никак не отреагировали, процесс остался висеть, потому что у него к примеру было написано процесс on unhandled rejection и соответственно он замирает, не продолжает свою работу и остается висеть. И мы теряем процесс управления над ним. Так же самое с потоками, воркерами. Собственно, за такими ресурсами нужно особо усердно следить. ну и немного еще про типы памяти, что у нас есть в JavaScript. Есть два сегмента кода, это C++ код и JavaScript код. Нам не сильно нужно туда лезть, по сути в сегменте C++ кода хранится скомпилированный C++ код нашего библиотека, которые мы используем дополнительных или же под платформу нашу сама Node.js компиляцию делает. И это все хранится там. И также это JavaScript сегмент кода, то есть это наши исходники, которые мы дали платформе Node.js. Она их скомпилировала, превратила в исполняемый код. И соответственно тот объем кода, который там хранится, это вот сегмент кода. Мы можем на него влиять, то есть если мы к примеру создали свою виртуальную машину в коде и там вызываем Create New Script, мы можем дополнительно добавлять компилируемый код в этот сегмент. но опять-таки в этих двух частях утечек как таковых происходит редко, потому что это просто результат компиляции, то есть память выделенная под скомпилированный код. Нас больше интересует Stack и куча. Stack это место, где хранятся наши локальные переменные, которые мы создаем, какие-то ссылки, вызовы функций вместе с аргументами, то есть вот такая очень активная область памяти, в которой происходит множество различных действий по ходу работы программы. И куча это место, где уже хранятся более те же навесные такие объекты, то есть сами инстанции объектов, это массивы, все это хранится там, и стек и куча вместе друг с другом рядом работают. Внешняя память это то, куда обычно мы не имеем доступа, так называемая unmanaged память, которая не имеет управления ни со стороны OGS, ни с нашей стороны. Это могут быть допустим память, которую мы выделяем в наших C++ библиотеках сами, и она будет как external memory. Это может быть память тех же подпроцессов LibUV встроенных в Node.js, то есть то, чем сама нода не может управлять, но эта память все равно является частью нашего процесса. Предлагаю теперь немножко взглянуть на примеры. У меня есть ряд примеров немножко таких лабораторных, можно сказать. немного лабораторных, то есть в реальной жизни вы вряд ли прям вот такие вот этички памяти увидите, но в то же самое время сам паттерн, для того, чтобы мы его поняли и понимали на будущее, мы можем здесь посмотреть. У нас есть какой-то массив, куда мы будем сейчас записывать как такую самую переменную самого верхнего уровня наши данные. У нас есть дополнительная функция, которая будет приводить байты в мегабайты для нашего удобства, чтобы мы понимали, насколько много памяти у нас утекает. У нас будет собственно код, который каждые 5 секунд будет что-то записывать в глобаль по ключу и создавать массив из тысяч элементов, куда будет записывать наш ключ. Кстати, занятия перебью. Ты шаришь примеры или нет? Еще раз. Ты примеры шаришь или ты пока шаришь все еще презентации? Я шарю примеры, они не видны? Не видны. Угу, понял. Что ж вы не говорите. Так, демонстрация. Теперь есть? Есть. Супер. Извиняюсь. Так вот. Вот у нас идет собственно память. У нас есть дополнительная функция, которая просто будет приводить байты в мегабайты. Так, очень приближенно. У нас будет setInterval, который будет создавать в глобальной переменной по рандомно созданному ключу массив из тысячи элементов и заполнять его значениями нашей перемены. Также у нас будет функция мониторинга. Мы будем смотреть, что нас интересует. То есть мы будем получать из процесс memory usage объект, из которого нас будет интересовать resident site size. Это вся память, вся область памяти, которая была выделена процессом. Это heap total, то есть это память V8, которая была выделена под кучу. В чем разница heap total, heap used? Когда V8 выделяет память под наше приложение и видит, что нужно выделять больше, 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 каждый раз, когда она собирает неиспользуемую память, она не уменьшает ее количество, то есть она ее освободила и делает ее переиспользуемой. То есть у нас было 30 мегабайт, мы сейчас можем использовать 10, то есть 20 мегабайт когда-то дополнительно выделялись, но освободились, и соответственно у нас есть этот резерв. Если мы его начнем исчерпывать, V8 начнет дополнительно выделять память, и соответственно hip-total он никогда не уменьшается. Есть еще external memory, то на что мы не можем влиять, и есть stack, stack в данном случае вычисляется очень так приблизительно, то есть мы от общей памяти отнимаем hip-total, вообще по-хорошему я сейчас вижу, нужно еще external отнимать, так как это тоже часть нашей памяти, и мы так можем приблизительно вычислить размер нашего stack, и мы будем это все выводить на экран и смотреть как у нас утекает приложение. Опять-таки повторюсь, это очень такой лабораторный пример, но давайте посмотрим на него. А что не 1024, а 1000 там где подсчет, байда. Я же говорил, это так приблизительно очень для того, чтобы... Давайте для большей точности добавим это так. Так, я думаю, чтобы не переключать экраны, можно прямо здесь. Видно, я надеюсь? Да, видно. Вот, ну, если мы запустим наш global, вот, у нас просто, если мы более точно считаем, у нас начинается чуть более точно, но при этом менее наглядно, то есть у нас нету округления. То есть, допустим, я сейчас тут оставлю все-таки тысячу, немного более понятно будет. Ну, вот так вот. Мы так аппроксимировано очень выводим. ну и что мы здесь видим? Мы запустили наше приложение, оно там несколько секунд работает, сейчас работает, и вот мы что видим? Наш RSS, то есть, все ресурсы нашей программы, они растут, то есть, мы видим, что выделяются ресурсы. HipTotal видно, что он начинает расширяться, то есть, мы начинаем использовать кучу, V8 начинает выделять, и вот мы видим, то что он выделяет, 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 и в какой-то момент он останавливается и начинает собирать нашу кучу. И вот здесь, собственно, можно видеть то, что идет такой константный рост вверх, при этом внешняя память особо сильно не меняется, то есть, небольшие байты есть, но это не критично. Также мы видим, что есть изменения в стеке, но в данном случае в большей мере у нас утекает хип, потому как мы создавали массивы, а мы знаем, что массивы живут именно там. Посмотрим, давайте еще пример, это замыкание. В данном случае мы будем делать достаточно такие серьезные вещи, в том плане, что в реальности скорее всего вы никогда такого не будете делать, но для того, чтобы мы очень наглядно видели утечку, то здесь будет замыкание на массив, потом мы будем принимать функцию, снова это все мапать, и все это будет идти по кругу, по кругу, по кругу, и будет создаваться очень много контекстов, которые будут активно утекать. Давайте тоже посмотрим на это. Так как здесь мы постоянно будем вкладывать функции и замыкаться на все больше и больше контекст, то мы должны будем с вами увидеть, что утекаем мы очень очень сильно. Ну вот собственно видно то, что хип так тоже почти 200 мегабайт и все это буквально за 13 секунд работы приложения. Как у нас стэк получился в нулевой итерации минус 2? Мы же делали здесь приблизительные вычисления и стэк мы тоже говорил, что вычисляем очень очень приблизительно, то есть мы от общего количества нашей памяти отнимаем то, что у нас есть. И так как где-то приблизительные вычисления селись, то вот мы получили этот минус. То есть это погрешность в данном случае. А тут не надо, как в предыдущем примере, отнять еще usage стэнл. Стоит, у меня так вообще везде написано, но давайте посмотрим, насколько это повлияет. Вот мы тут вообще минус 3 видим. То есть стэк нам сама нода не дает прям прочитать, то есть мы можем его только приблизительно вычислить, но тем менее, вот мы видим тоже, что стэк и куча у нас увеличивается. Хотя стэк опять-таки не сильно уж и течет. Дальше у нас файловые дескрипторы. Тоже такой очень лабораторный пример. Мы в цикле здесь будем открывать новые, открывать файлы, создавать дескриптор, сохранять это все в переменную. Этот файловый дескриптор мы не будем удалять. То есть так как у нас garbage collector не умеет закрывать сам файловый дескриптор, не умеет закрывать сокеты, то мы сохранили это в переменную. В следующей итерации мы снова создали файловый дескриптор, тот уже потерялся и соответственно все. Мы как бы не можем вернуть ресурс. Вот у нас здесь есть количество дескрипторов, которые мы открываем в самой правой колонке и мы тоже видим то, она утекала. Вот сейчас на конечном результате мы остановились на 5400 дескрипторов. Вообще если мы будем дальше их открывать 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 то в какой-то момент мы увидим то, что операционная система выбросит нам ошибку это пройдет через наше приложение и мы увидим то, что достигнут лимит открытых файловых дескрипторов. от системы к системе это количество разнится но это неприятное событие. Здесь вот пример с ивент-эмитром то есть мы создали в нашем приложении глобальный ивент-эмиттер и представим, что у нас тут не сет-интервал а на самом деле приходят запросы и наши пользователи начинают подписываться на какое-то событие у нас идет много подписок и в какой-то момент наше приложение должно выдать предупреждение о том, что мы преодолели этот предел нас предупреждает ивент-эмиттер что скорее всего это утечка памяти и 11 ивентов можно это размер этих слушателей увеличить но стоит быть опять-таки аккуратным с этим то есть если это действительно нам нужно в приложении мы понимаем со всем пониманием процесса это делаем то тогда хорошо в других ситуациях лучше обратить на это внимание и соответственно найти ту часть кода которая делает так много подписок есть еще интересный такой момент в Node.js мы можем делать сборку мусора вручную то есть давайте покажу мы когда запускаем наш Node.js instance то есть наше приложение мы можем передавать флаги флаги могут быть как определенные Node.js так и флаги V8 и вот в данном случае мы можем написать флаг expose GC это означает что мы хотим в глобальном объекте видеть функцию GC которую мы можем вызывать и таким образом вручную запускать итерацию сборки мусора и есть еще флаг No Use Idle Notification который отключает автоматическую сборку мусора то есть мы можем сказать что все мы сами хотим контролировать когда мы это запускаем и таким образом вот я видел применение в реальной жизни когда какое-то очень нагруженное приложение есть сам garbage collector как мы там дальше сейчас посмотрим он на самом деле не так уж часто к нам приходит то есть есть там вообще несколько их видов такой упрощенный который приходит достаточно часто есть такой тяжеловес который умеет очень много всего но он приходится очень-очень редко к нам и вот как раз мы можем переопределить это и вызывать этого тяжеловеса самостоятельно давайте тоже посмотрим этот пример здесь мы что делаем ну в принципе это все как вот первый пример который мы смотрели но здесь есть дополнительное место где мы переопределим коллекцию то есть мы складываем сюда в коллекцию наши данные потом мы затираем эту коллекцию новым объектом и вызываем garbage collector для того чтобы он собрал мусор ну и так как больше нету ссылок на то что мы записываем то соответственно он должен будет собрать собрать наши наши ресурсы давайте посмотрим на это вот можно четко увидеть момент когда все это произошло мы создавали массивы большие и вот у нас heap used он растет 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 на каком-то моменте он практически зависает и у нас срабатывает наш таймер что мы переопределяем коллекцию и вызываем garbage collector он видит то что на ресурс больше никто не ссылается освобождает его и вот мы видим что 13 мегабайт данных было освобождено когда кстати это вообще стоит использовать то есть я бы не увлекался такими вещами но такое стоит использовать когда мы делаем как раз debugging приложение наш то есть мы пытаемся определить где у нас memory leak идет и собственно в таком случае мы хотим сами управлять сборкой мусора мы отключаем автоматическую сборку чтобы увидеть что что у нас там течет какие объекты создаются в какой-то момент соберем наш мусор и потом сможем посмотреть разницу я тоже сейчас покажу как это делается нет визуальных tools есть я сейчас покажу мы это все еще дойдем сейчас так есть еще один такой интересный флаг трейс часи он включает торсировку garbage collector то есть мы можем в консоли у нас видеть когда в наш код приходит garbage collector что он делал сколько памяти у него получилось собрать сколько не получилось иногда он приходит и ничего абсолютно не делает иногда наоборот мы видим вообще что что память наоборот увеличилась а не собралась и вот как раз здесь можно это увидеть давайте сейчас он проработает и мы пройдем весь этот путь так я предлагаю остановить и посмотреть что что у нас здесь есть давайте с самого начала вообще как вот я сказал в ноджес есть два типа garbage collector один называется простите за английский scavenge он собственно приходит к нам часто он такой легковесный он умеет делать простые сборки мусора и вот мы сейчас видим что он пришел и у него получилось с двух мегабайт собрать до одного из семи мегабайт ну если посмотрим чуть дальше то можно увидеть что вот у нас момент есть когда к нам пришел марк марк свип это такой тяжеловесный сборщик мусора и в данном случае он так попал на такой момент когда ему особо и нечего было собирать но в то же время он очень эффективный хоть и я говорю тяжеловесный то есть он приходит редко для того чтобы не нагружать наш поток исполнения такс и давайте наверное финальный пример посмотрим это как мы можем инспектировать наше приложение у нас есть флаг такой inspect мы можем запустить с ним ноджес приложение и у нас откроется веб сокет порт на который мы можем подключиться через хром девтут пульс или же через какие-то сторонние инструменты допустим вот я в visual studio code нахожусь когда мы вот здесь открываем вкладку debugging то он на самом деле вот как раз запускает приложение с inspect там и моментально к нему подключается и мы здесь начинаем видеть информацию давайте пробуем подключиться через хром покажу как это сделать так по поводу кстати приложения давайте тоже на него взглянем это все тот же самый пример просто здесь мы записываем все в коллекцию ее никак нигде не обнуляем и просто она постоянно растет 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 и мы сейчас сможем посмотреть на это прежде чем это сделаем давайте сейчас я опять с экраном разберусь наверное вот так видно у меня должен хром приложение быть да и вот мы можем в хром зайти в раздел inspect вот такое вот тут на самом деле много различных вещей есть но когда мы сейчас запустим приложение наше вот он говорит что дебаггер появился на вот этом порту и если мы откроем приложение у нас появилось типа remote target и мы можем его начать инспектировать вот мы к нему подсоединяемся и у нас здесь есть много разных вкладок одна из которых нас интересует это memory и вот здесь мы можем выбирать мы хотим сделать snapshot то есть просто сделать слепок нашей памяти мы хотим в реальном времени собирать изменения и потом мы можем в зависимости от места на таймлайне смотреть что изменялось и когда и мы можем собирать сэмплы я не буду вдаваться в подробности на самом деле чуть более широкая тема как собственно на таком уже очень глобальном уровне искать утечки памяти но давайте посмотрим на таймлайн мы тут еще дополнительно соберем локейшн стека вот и кстати если мы посмотрим сейчас снизу вот здесь он показывает нашу javascript пм инстанс и мы видим то что память растет и растет и давайте немножко запишем данных и посмотрим то есть вообще можно допустим сервер локально у нас поставить на вот этот инспект начать собирать данные на таймлайне или там делать слепки нашей памяти и затем можно включить анализ тут он тоже встроенный есть и начать сравнивать разные состояния нашего приложения и смотреть какие объекты у нас создавались уничтожались и таким образом искать что же у нас что не так вот сейчас я остановил здесь запись и он начал анализировать наш снэпшот да вот давайте если возможно есть какие-то вопросы ладно компьютер быстро справился но все равно давайте вопросы если есть какие-то и мы посмотрим дальше у меня если вы рассмотрели такое более практичная штука обычно ты наперед не знаешь где у тебя утечки памяти вообще существует да просто вот заходишь вот как ты сейчас зашел в DevTools да и вот если честно эта панель она не очень интуитивная не очень что к чему относится где утечка где не утечка ну то есть вот давай с какой-то общей совет я захожу в аппликацию и вижу что она там живет например там их их памяти что из этого я могу понять что ну как бы что течет что не течет я понимаю что очень абстрактный вопрос что я знаю что из тех данных я пока ты говорил там в бэкграунде ваял быстренько программку которая берет там и создает например пустой объект с одной пропертир вот сюда я не смог найти этот объект где он находит хотя он глобальный ну возможно этот объект все-таки был собран во-вторых ну вот ты говоришь у нас приложение есть да и оно жрет там гигабайт памяти в принципе это достаточно даже нормально то есть с временем работы приложения оно разрастается у нас сейчас приложение очень большие бывают и гигабайтам уже особо не удивишь но в то же время да это уже мы начинали там с 300 мегабайт например ну да ну да ну да вот соответственно что что мы можем сделать сейчас вот когда прошел анализ мы можем посмотреть что у нас есть у нас есть вот мы можем взять начать открывать то есть у нас есть какие-то глобальные переменные можем видеть то есть это все что нам доступно но на самом деле здесь практически никогда мы не найдем чего-то очень полезного если же только мы не начинаем сами миксинить что-то в глобальные переменные или же сами туда записывать что-то то есть если мы допустим там к мэс начали что-то примешивать то тогда мы это здесь увидим в других случаях если мы там замыкание делали или же просто у нас были ссылки то здесь особо нечего искать что нас в данном случае кстати интересует в нашем приложении мы знаем что создавалось очень много массивов соответственно мы должны посмотреть раздел с массивами и попытаться посмотреть что у нас здесь есть а почему рейс маленькая есть у нас здесь вот есть видишь разные давай посмотрим сюда а чем отличается маленькая большая вот на это я точно не могу ответить то есть я с практической точки зрения сейчас покажу где конкретно у нас есть проблемы но здесь если мы откроем этот маленький и так как у нас скобках то это скорее всего внутренние массивы которые создаются не нами то есть это ну даже оно тут помечено как internal array то есть это либо какие-то внутренние ресурсы создаваемые не нами вот а если мы посмотрим вот здесь как array глобально да и мы начнем что-то открывать так давай пойдем дальше то на самом деле мы тут увидим что у нас создается очень много разных объектов массива а здесь видно например элементы нашего массива как когда как вот смотри вот сейчас мы там первые открывали да первые открывали мы не видели ничего то есть у нас как бы создался пустой массив и и больше ничего тоже важный момент мы-то здесь таймлайн да видим то есть мы собирали кучу данных и эти все данные сейчас здесь отображены и вот если мы там откроем следующий элемент то мы видим что здесь вот у нас как раз те самые элементы которые мы складывали то есть мы приблизительно можем увидеть что у нас где лоцировалось по поводу кстати таймлайна мы можем здесь выбрать какой-то участок например вот так да и можем конкретно посмотреть что было на этом участке вот и он показывает что вот это вот время было насоздано 186 различных массивов если мы откроем то мы предположительно конечно же увидим что это как раз и есть наши массивы которые мы создавали таким образом можно и искать утечки то есть сравнивать смотреть но наверное более таким практическим способом цепочку вот ты нашел этот массив например увидел что есть твой массив с твоими значениями как найти где он хранится есть цепочка которая ведет глобальному объекту 100% да да как понятно как он переменный если грубо да 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 но в самом коде тебе эта туза не покажет где это все находится но максимум она может если мы поставили галочку рекорд стек то она примерно может тебе показать путь вызовов но вообще если мы хотя бы увидели структуру объекта то мы уже зная наше приложение можем предположить где это все находится и начать искать это место и более детально там допустим отделить эту часть приложения запустить ее отдельно увидеть что действительно именно она и течет есть еще вот этот вот хип снапшот что она позволяет делать кстати наше приложение до сих пор растет она позволяет какие-то моменты времени делать слепок памяти и делать их там несколько штук и затем мы можем запустить анализ между двумя слепками это достаточно комплексная тема как там дальше происходит на словах я так может даже покажу что-то мы можем проанализировать два слепка и увидеть разницу между ними когда вот gtdiv мы видим то тут мы можем тоже посмотреть в чем была разница и такой достаточно такой первый этап с которого начинается поиск мы отключаем автоматическую сборку мусора мы включаем gc то есть вот это делаем expose gc как я там показывал в другом месте и затем мы что делаем мы запускаем приложение допустим это сервер наш туда стучатся наши клиенты ну там не знаю мы написали скрипт который там сто раз постучался мы потом можем вот здесь вот в консоли написать gc и вызвать его отсюда вручную то есть мы можем здесь как бы дописывать код и запускать его на стороне джес как будто бы он был написан в скрипте отсюда вызываем gc перестаем делать любые запросы и делаем snapshot то есть один snapshot мы сделали до того как мы сделали сборку мусора один после и соответственно то что у нас не собралось это будут наши утечки это может быть что-то внутреннее то есть я говорил что сам V8 тоже немножко подтекает но это достаточно неплохо фиксит от версии к версии а то что будет наш код мы можем где-то вот эти объекты массивы между разницами этих снапшотов их можем увидеть вот как-то так в самом простом примере это работает вообще я вот хотел бы с вами поделиться парой ссылок видно презентацию да вот парой ссылок поделиться первое это сами разработчики V8 рассказывали про garbage collector во-вторых там прям с диаграммами совсем очень глубоко рассказывается как все происходит как они помечают память как они определяют ее и на самом деле очень сильно рекомендую к прочтению потому как вы более глубоко сможете понимать все процессы которые происходят там внутри в том числе почему их существует два типа этих garbage collector в чем тяжеловесность то mark and sweep так что я потом прошарю презентацию и сможете почитать и еще одна очень интересная доклад очень большой я вот почему говорил что это глобальная тема и мы сегодня так поверхностно пройдемся это на JS фесте в этом году был доклад про то как дебажить уже приложение постфактум то есть мы увидели в продакшене что у нас идет memory leak и нам нужно сейчас как можно скорее определить что у нас произошло в этой лекции очень подробно рассказывается какие инструменты можно использовать как можно вот те снапшоты которые мы можем там в Chrome DevTools сделать как можно в других программах их анализировать где больше информации можем получить так что советую эти две ссылки к ознакомлению ну а у меня на этом все всем спасибо и если у кого есть еще вопросы то буду рад ответить на них кинь пожалуйста эти ссылки да да я после окончания нашего нашей сегодняшней встречи я на конфлиенсе размещу блокпост и там будет и презентация это и собственно там же размещу ссылки и единственное вот как бы это расшарить со всеми будет видео и я напишу фуллап на сегодняшний митинг ссылкой на блокпост на видео на все хорошо так может еще кто-то вопрос есть